Приветствую всех. Ну что же, давайте мы сегодня поговорим немножечко о такой специфичной теме, которую я считаю очень важно рассмотреть. Это «Я и мы». А также поговорим о том, когда в речи человека происходят примерно такие творительные обороты, как то, что со мной закрутился в роворот, меня привлекли, меня обидели, меня задели и так далее. Что общего у всех этих моментов? Общего то, что нарушается личная ответственность. Она не берется, она расплывается. Когда кто-то говорит, мы пришли в гости, единственное, единственное возможное употребление этого оборота – это повествовательный. То есть, понимаешь, человек хочет быстро подчеркнуть, что пришел не он один в гости, а он пришел с кем-то. Но если бы это было так, на деле люди используют куда более интересные обороты, вот, в частности, мы договорились, мы помирились, мы поссорились, мы поиграли, мы сходили, мы приняли решение, занялись любовью и так далее. И вот эта форма уже куда более опасна с точки зрения целостности человека. Потому что растворяется личная активность субъекта, подменяется какой-то групповой. и, собственно, у субъекта пропадает осознанность своя, пропадает личная ответственность, то есть, осознавание того, что я делаю, осознавание того, что здесь и сейчас я хочу это делать, за такую-то возможную цену, то есть, такой-то возможной ценой. В этом ключе появляется максимально благотворная среда для предъявления претензий. Мы же с тобой договорились, а ты? Мы же с тобой помирились, а ты? Да? Ну вот. Мы же с тобой что-то решили, а ты? Понимаете, да? Получаются претензии, ожидания, в общем, конфликта, конфликтогенной ситуации. Конечно, это не означает, что человек, того, кто поступает как-то неприемлемо, по нашему мнению, нужно терпеть и мириться с этим, если не хочется. Нет. Об этом можно говорить, но в первую очередь я хочу обратить внимание не на это, а вот на то, что размывается личная ответственность, снижается осознанность очень сильно. И, в общем-то, человек уже руководствуется не собой, да, не своими порывами, импульсами, не своей системой ценности, не своим ощущением важности чего-то, а вот некой такой групповой историей, ну вот, когда, ну вот я, ну вот мы же договорились, да, и всё. То есть вот очень важно понимать, что не исключая из этого уравнения факт возможности договоренности и любого другого совместного действия, хочется обратить внимание, что очень часто в этих совместных действиях растворяется активность, ответственность и осознанность отдельно взятого субъекта. что поражает очень, очень многие проблемы. Вот. Дальше. С точки зрения повышения качества в своей жизни, а я рекомендую, когда вы говорите, что, например, вы говорите, сегодня мы поругались, или сегодня мы помирились, или сегодня мы сделали то-то, то-то. я рекомендую вам говорить от первого лица. Вы увидите, как всё изменится для вас. да, я знаю, что мои коллеги профильные, вероятно, тысячу раз уже говорили на эту тему, вот, и возможно, те, кто находится, так сказать, в среде, да, кто увлекается просмотром, просмотром онлайн, психологов все знают прекрасно об этом. Вот. Но я решил заправить эту тему просто потому, что мне она кажется очень важным, я с этим сталкиваюсь в практике своей каждый, каждый раз, практически каждый день. Вот. Поэтому я хочу, я хотел на этом заострить внимание. из этой же оперы, собственно, творительные обороты, которые человек описывает, ну вот, говоря о каких-то обстоятельствах своей жизни. Меня закрутил водоворот, говорит человек, о водоворот эмоций, водоворот романа, всё закрутилось, завертелось, ну вот. И вот что это просто значит? Ну, то есть, конечно, нам в голову может прийти образ цунами, который берёт, налетает на человека, поднимает его, крутит, человек абсолютно беспомощен, и, в общем-то, всё заканчивается не очень хорошо. Но это трагедия. Если мы посмотрим, то, когда люди говорят вот так, они тоже, как правило, используют это в драматическом контексте. Вот. Как правило. Это очень, очень драматический контекст, когда люди вот так говорят. И получается, что психологически повторяется вот этот вот налёт цунами на человека. Хорошее новое заключается в том, что психологически это совсем не обязательно. Хорошее новое заключается в том, что психологически человек отнюдь не беспомощен перед налётом цунами. Я даже скажу больше, что само цунами является ничем иным, как иллюзией. Его не существует. Потому что вместо цунами, который является удобной формой описания того, что происходит с человеком, которому что-то закрутило, имеет место определённый набор, конгломерат, если хотите, переживаний, которым я не хочу уделить внимание. Ну, просто не хочу. Я почувствовал вот импульс внезапный, порыв, порыв. И я тут же на него пошёл. Можно упрекнуть меня, сказав, что ну, как же так, вот буквально какое-то время назад ты говорил, что как раз-таки свои порывы нужно слушать. Слушать, да. Слушать надо, слушать нужно. Никто не говорил, что нужно действовать в соответствии с порывами сразу. Никто не говорил, что те порывы, которые мы ощущаем, нужно сразу же претворять в действие по возможности более аутентично. Никто этого не говорил. Порывы в своих случаях необходимы. Осознавать их необходимо. Смотреть, что и как я буду воплощать в реальный мир, также необходимо. И поэтому, когда человек говорит о том, что меня что-то скрутило, он таким образом, ну, вот сказать, скрывает. Да. Наверное, было бы не совсем корректно, хотя и наиболее просто. Я бы сказал так. Он запыляет те переживания, которые он испытывает. По сути, он запыляет, задымляет, если угодно, свою психологическую жизнь. Задымляет свою личность. И самое главное, что вкладывается ощущение беспомощности человека, ощущение, что человек жертва. Можно ли сказать, что такой человек может рассчитывать на ну, на хорошее качество своей жизни? Оставлю этот вопрос в воздухе. На первый взгляд, может показаться, что это довольно простая история. Вместо «мы», сказать «я», вместо «меня поглотило отчаяние», сказать «я начал чувствовать отчаяние». на первый взгляд, кажется, это очень простая история. А те, кто, опять же, в теме, могут, я надеюсь, понимающие сейчас кивнуть, что это кажется так легко. На деле, если уделять этому внимание и не говорить механически, многое может измениться, как в восприятии себя, так и в восприятии другого. Но мы сталкиваемся здесь с тем, что наше представление о себе и как бы реальное проявление личности может отличаться. Это позволяет нам лучше видеть и, что называется, сверяться с внутренним компасом в своей жизни. Надеюсь, это такое вот небольшое достаточно. Видео станет кому-то полезным. Я предлагаю попробовать это. Я предлагаю, может быть, даже в комментариях написать, если кто-то попробовал, какой вы получили опыт. Если у кого-то будет желание написать в комментариях, напишите. Вот. Я надеюсь, что в любом случае время было потрачено не зря. Если вам как-то понравилось, это видео и нравится моя работа, то вы можете поддержать меня по ссылке в описании. Вот. Спасибо. Спасибо.